Это вечер профессионального бокса. Дерись и побеждаем. Мы продолжаем наш следующий поединок. Полусредний вес 4 раунда. Рефери в ринге Антон Шарков. Боковые судьи Элбек Циренов, Александр Калинкин и Михаил Куликов. Встречаем участников. В синий угол ринга боксер из Москвы. Азаджон Муминжонов. Итак, дорогие друзья, Азаджон Муминжонов. Азаджон Муминжонов. В красный угол ринга боксер из Волгограда Гор Хачатрян. Азаджон Муминжонов. Азаджон Муминжонов. Азаджон Муминжонов. Поздравит миру Гор Хачатрян, у которого была неплохая, достаточно любительская карьера. Я бы сказал, очень хорошая. Представляем участников четырехраундового боя в полусреднем весе. Синий угол ринга боксеру 25 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 65 килограммов 800 граммов. Азаджон Муминжонов. Азаджон Муминжонов. В красный угол ринга боксер 23 года. Рост 172 сантиметра. Вес 66 килограммов 700 граммов. Из Волгограда профессиональный дебют Гор Хачатрян. Рефери в ринге Антон Шарков. Если не ошибаюсь, в любителях Гор Хачатрян 63 килограммов выступал. Правила не нарушаем, слушаем моей команды. Своевременно реагируем. Пожали руки. Да, кстати, интересно, что Гор Хачатрян должен был боксировать с другим парнем. Не с Азаджоном Муминжоновым, а с Абдукаримовым. Но по какой-то причине произошла замена. И я так полагаю, что на супер коротком уведомлении. В общем, два дебютанта получаются у нас в ринге. Да. Азамжон повыше. По длине рычаги. Но мы видим, как Гор начинает очень агрессивно. Сразу же с места в карьер берет. Да, хорошо. Раскачивает корпус. Какой-то справа получает Азамжон. Стилетайсона. Да, 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 Борис Сергеевич. Именно. Мощное попадание уже на старте. Раньше времени, кажется, мог бы отдохнуть. Это опыт, Борис Сергеевич. Это опыт. Опытный боец, конечно, чуть-чуть бы подождал. Ну, или боковой заходит. Пытается Азамжон взять реванш. Но, наверное, надо бы как раз вот именно подвосстановиться. Азамжон двигается, посмотрите. Вообще не подпускает к себе близко. И снова втыкает. По туловищу и опять подпускает Азамжон. Ну, ручку-ручку повыше надо правую. Сколько же он нахватал, а? Азамжон уже, уже прошла всего минута. Да. Не, ну атакует, посмотрите, широко, руки летят так вот. Да, защита, конечно, так себе. Ну, молодец. Опять же, несмотря на пропущенные удары, пытается что-то предпринять. Хотя мы видим, что под эти удары контратакует Гор Хачатрян очень мощно. Вот здесь неплохая серия. В целом, исполнение Азамжона. Попытка пробить правый силовой, боковой, нет, не точно. Гор даже в любителях отличался силовой манерой боксом. И правильно сделал, что уже перешел в профессионалы. Посмотрите, что он делает в ринге. Ну, эта выстреленная рука ему была, конечно, не помеха. Да, ну, в целом, понятно, что боксеры разного уровня. И, на мой взгляд, весь вопрос состоит в том, пройдет ли этот бой всю дистанцию или поединок остановит раньше. Опять же, при всем уважении к Азамжону, при всем уважении к его мужеству. И опять получает удар справа. Идет вперед Гор Хачатрян. 35 секунд до конца раунда. И, как бы, мне оказалось, что до конца поединка. Потому что очень много ударов, правда, пропускает Азамжон. И ему и его углу надо, конечно, подумать о здоровье, о своем. Ну, так же, как и в предыдущем бою Торвердян, он хочет такой яркий дебют провести, конечно, на ринге. Ну, у Торвердяна получилось. И, ну, все, 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 останавливайте. Ну, конечно, конечно, рефери молодец. Да, все правильно. За 10 секунд до конца первого раунда. Да, и, конечно, прозвучала сакраментальная фраза о здоровье. Действительно, это так. Не нужно геройствовать, не нужно здесь, там, ложиться костьми. Не тот вариант, не тот бой, не тот уровень. Да, поздравляем Гора Хачатряна. Очень тоже профессионально, очень мощно, очень уверенно. Безальтернативно абсолютно. Азамжону большое спасибо за мужество. Большое спасибо за принятие этого вызова. Я так понимаю, что реально на суперкоротком уведомлении Азамжон вышел. И, ну, показал то, что смог. Тем более предсказуем был результат. Вот здесь, да, мы видим, как дернулась голова после пропущенного удара. И, конечно, здесь надо было вмешиваться и останавливаться. Ну, а хочется сказать, что и Тавердиану, и Хачатряну, потому что они показали, да, и потом потенциалы, которые у них чувствуются, нужны уже довольно серьезные бои. И долго раскачивать им не надо. Поздравляем Гора Хачатряна. Отличный старт, отличный дебют. И посмотрим, что будет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok